Стандарты европейского рынка, а также образ европейского покупателя объяснили отечественному бизнес-сообществу эксперты Евросоюза. Статус ВСП+, позволит Кыргызстану нарастить экспорт на 500-миллионном рынке 28 европейских стран. Перспектива одна из многообещающих. Что нужно сделать кыргызскому бизнесу, чтобы найти свою нишу на европейской торговой площадке, узнавал Алтенбек Талантеков. Кыргызстан с начала этого года стал членом всеобщей системы преференции Евросоюза. Что это значит? Кыргызстану разрешили экспортировать продукцию в 28 стран Европы беспошлино. Почти все страны, которым давался такой шанс, успешно им воспользовались. В пример можно назвать такие страны, как Армения, Грузия и Пакистан. Сейчас успешных примеров использования ВСП+, в Кыргызстане пока нет. Отечественному бизнес-комьюнити нужно выполнить требования евростандарта. Ожидается, что уже скоро будет экспортироваться швейная продукция Made in KG. Но для этого предстоит проделать колоссальную работу в этом секторе. Кризис в России показал, что мы не можем просто опираться на один рынок. Мы должны диверсифицировать этот рынок. То есть у нас должно быть несколько запасных вариантов, куда могли бы мы отправить свой товар. С 2008 года, вы знаете, лоббируется проект «Технополис», который вошел в национальную стратегию устойчивого развития страны. Подписан указом президента. И мы предполагаем этим проектом создание 10 тысяч рабочих мест именно. И именно строить здания по стандарту европейскому. И соответственно ставить там же оборудование по европейскому стандарту. И соответственно уже выдавать европейское качество. Кыргызстан спешит как можно скорее войти в еврорынок. Но одно дело нулевые таможенные пошлины. Другое местный бизнес-сектор Европы. У них высокие требования к поставщикам. Согласованным должно быть все. Вплоть до упаковки. Это соответствует стандартам, размерам. Например, они могут сказать, везите арбузы. Но не просто взял арбузы и повез. Они скажут, нет, мы хотим арбузы, чтобы они были равными дольками разрезаны. Они должны быть только одного размера. Они должны не иметь косточек. Здесь не тот рынок, где просто продать любой товар. А здесь действительно нужно соответствовать всем требованиям. Европейский рынок с 500 миллионами потребителей позволит кыргызскому бизнесу планировать куда глобальнее, чем сейчас. Став членом программы ВСП+, Кыргызстан становится привлекательнее еще и в инвестиционном плане. Из действующего объема экспорта в Евросоюз при нулевых пошлинах Кыргызстан в 2015-м мог сэкономить около 140 миллиардов сомов. Удовлетворять европейского покупателя сложно. Но государство и бизнес-ассоциации готовы работать. Где-то не хватает оборудования, где-то не хватает специалистов, где-то не хватает обучения. Сейчас мы выбрали шесть приоритетных направлений. Это экспорт фруктов, сухофруктов, швейных изделий, войлочных изделий, мясопродуктов, молока. То есть в этих шести отраслях сейчас уже начали плотную работу. Сейчас основная статья экспорта в Евросоюз – это золото, которое продается в Швейцарию. Как рассказывает европейский эксперт, статус ВСП+, предоставляемый ограниченному числу стран, Кыргызстану присвоен не случайно. Это так называемый голос доверия. «Кыргызстан имеет потенциал в экспорте, а также у Кыргызстана есть приверженность к соблюдению демократических принципов. Этой программой мы хотели показать, что бизнес-сообщество является необходимым помощником для правительства. Эту программу руководство страны не сможет реализовать само». В данное время объем торговли между Кыргызстаном и Евросоюзом на достаточно низком уровне. Программа ВСП+, предоставляет большие конкурентные преимущества. Например, текстильная продукция для Кыргызстана по нулевым пошлинам. Для других стран от 9 до 12 процентов. Но европейцы – народ требовательный. И здесь важна не столько низкая цена, сколько качество. Это необходимо учесть кыргызским экспортерам в первую очередь. Алтымик Таланпеков, Азамат Кадыр Токтоев, Общественный Первый канал.